В.ПУТИН. 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 Начнём с хозяев, замечательных хозяев нашего форума, с Лины Александровны Старенко и её выступления, в котором она постарается соединить. и обозначение вчерашних вопросов, то есть это и проблемы развития Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, и, собственно, мы поговорим и о межмузейных проектах в музее-заповедниках тоже. Инноксин, вам условно, но вот порядка наносили на него здесь. Добрый день еще раз, уважаемый господин. С вчерашнего дня у меня остался доклад, выступление, сообщение о работе и вообще рассказ о том, что собой представляет, наверное, самый молодой музей Республики Крым, в принципе, литературно-художественного мемориального музея-заповедник. Самый молодой, значит, что структуры его музея тоже молодые. И в конце я немножко расскажу, ну, наверное, не просто расскажу, а сделаю видеообзор тех межмузейных выставочных проектов, в которых принимал участие дом-музей Чехова в Январе. Ну, конечно, в первую очередь о том, как был создан Крымский литературно-художественного мемориального музея-заповедника, что это такое. Вообще, Южный берег Крыма, наиболее привлекательный такой туристический класс, и он характеризуется, в общем-то, наличием целого ряда учреждений культуры и досуга. Это Янтинский театр имени Чехова, это киноконцертный зал, выставочный зал Союза художников, Янтинский культурный центр, библиотечная система, естественно, музеи. Музеи муниципальные и музеи, находящиеся в направлении Института культуры Республики Крым. В их число входит Алубкинский дворцово-парковый музей-заповедник, в котором вчера были, и Водейский дворец-заповедник, дворец-залу Гасточкина-Тнестон, дом музея Чехова-Янти, дача Чехова-Курзуфи, музей Кушкина-Курзуфи, музей Главы Героя Советского Союза, Ахмет Хан и Султаны, это отдел Крымсто-Татарского музея исторического наследия, но еще можно отметить самостоятельный частный музей, дом музея Галины Семенова, находящийся в поле, где-то по дороге в Севастополь. И в сравнении с крупными музеями-заповедниками, остальной состав музея Галины Семенова характеризуется небольшими музеями. В основном это литературный и мемориальный музей, ну такая специфика Южного берега Крыма. Это дома писателей, деятели литературу, в частности, те, которые я уже перечислила. И когда возникло дело, идея создания литературного и художественного музея-заповедника была подготовлена к концепции его создания. И при написании на первый план были выведены, ну не две проблемы, но два основных аспекта, в общем-то, которые стали полагающими. Во-первых, в Севастополье Крыма это не просто туристическая мерка. В духовном или культурном понимании это место, где в разное время творили и жили выдающиеся деятели культуры, литературы, театры, кино, величайшие поэты, художники. Но в силу понятных причин большинство имен упоминается мельком. Мы в экскурсионных плашутах, экскурсоводах, привязки к местности, к событию, редко в контексте основного имени, то есть связанного с каким-либо музеем. А вообще при огромном желании научных сотрудников даже нашего музея, то есть рассказать о блоке Кунине, Горьком, Толстом, Витане, Корольке, Коровине, естественно, объем большой и желание большое. Но в контексте экскурсионного маршрута, экскурсионного рассказа и ограниченности во времени это невозможно. И в то же время в литературных музеях существует огромный научный потенциал, который способен раскрыть и осветить темы литературы, темы музыки в особенных исторических, природных, культурных условиях Южного берега Крыма. Потому что культура Южного берега Крыма на богатые времена, на произведения, в общем-то, достойна того, чтобы отдельные темы временных или постоянных экспозиций были этому посвящены. Второй вопрос – это проблема существования литературных музеев, небольших литературных музеев, которые, в общем-то, схожи. Специфика литературных музеев, особенно мемориальных, в том, что они, на мой взгляд, более чем какие-либо другие, нуждаются в соответствии с современным условиям. То есть, к примеру, литературная экспозиция – это специфическое музейное действие, которое, на мой взгляд, к сожалению, в современных условиях, современной подготовке посетителей, она не настолько интересна без современного подхода использования современных музейных технологий. И рядовому неподготовленному посетителю, она не всегда бывает интересна. Я скажу, например, «Рядового музея Чехова» – наш посетитель, он специфичен. У нас нет массового посетителя, например, там по дворцам, вот миллионного фатурка, которые идут, потому что есть дворец, его надо посмотреть. К нам, например, идут именно за Чеховым. Приходят люди, которые разбираются в вопросе, которые знают специфическую, и их на самом деле не так много. И вот именно для той массы, которая не совсем разбирается в вопросах, наверное, и нужны вот эти специальные условия, которые их интересуют. И в то же время, в сравнении с крупными музеями Южного берега, посещаемых наших мемориальных литературных музеев, она гораздо меньше. И это, как я уже сказала, особая категория посетителей. И, естественно, этот фактор непосредственно влияет на финансовую составляющую в работе учреждения культуры и, как следствие, на структуру профессионального кадрового состава, возможность развиваться в соответствии с высокими музеями, стандартами, сейчас уже, когда мы находимся в составе Российской Федерации. И сюда входит все, начиная от экспозиционного, технического, мультивидийного, оборудования, охранного и прочих средств наземного обеспечения. И, значит, схожесть организационной структуры, схожесть кадрового состава, то есть цели, задачи, подхода к научной и культурно-просветительной деятельности, они позволяют сформировать новую оптимальную форму взаимодействия и объединения небольших литературных музеев. И, говоря о презентации, сохранение колоссального культурного и исторического материального и материального наследия Южного Бережного региона, наиболее приемливой формой функционирования является музей-заповедник. То есть музей, к объектам которого относятся территории, условленные факторами историко-культурной ценности и сохраняемого объекта. То есть это как средство развития и как средство сохранения не только объектов, но и территорий вокруг объектов. Ну и как вариант подобной оптимизации деятельности было принято решение о создании Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника на базе существующего государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым, дом музея Чехова в Ялте, путем включения в его состав музея Александра Сергеевича Пушкина в Урзуфе. Музей был создан в 2016 году на основании распоряжения Совета Министров Республики Крым. И семьями предшествовали некоторые организационные мероприятия, в том числе в описание и защиту этой концепции, которая произошла здесь, присутствовала общественность, присутствовали представители власти. Таким образом, решение было принято. Сегодня, после течения года, как существует заповедник, для определения направления форм работы заповедника в Урнаве начата работа по созданию концепции развития Крымского мемориального литературно-художественного музея-заповедника. Но вот определен срок в ближайшие пять лет. И перед нами на сегодняшний день стоит серьезная задача определить векторы развития и направления работы музея-заповедника, в состав которого входят музеи писателей, которые разведены и в литературном, и во временном пространстве, но объединены в пространство, скажем, культурологическим и географическим. И на наш взгляд, вот этот фактор пространства культуры и пространства Крыма, он должен стать объединяющей идеей. И в связи с этим, непосредственно приступая к представлению музея-заповедника, я буду означать вот те основные проблемные вопросы, которые мы планируем включить в концепцию развития. А поскольку задача нашей презентации – это определение основных проблемных вопросов и какой-то диалог и дискуссия, то основные я озвучу, а там дальше в процессе диалога мгновенно наша задача выполнена. Дмитрий, а можно назад вернуть? Вот по составу фондов, чтобы к этому больше не возвращаться. На сегодняшний день состав фондов Литературного музея-заповедника – это 32, почти 33 тысячи музейных предметов. Это документы на бумажной основе, это фотографии, личные вещи. Я все-таки скажу о том, что в нашем музее самый большой фонд личных предметов Антона Павловича и членов Литературного музея. Мы не можем этого не отметить, потому что это действительно так. И с этим связана вторая часть или там заключительное новое выступление, потому что именно этим обусловлены наши все выездные выставки тем, что у нас есть эти оригинальные предметы, и мы с удовольствием их показываем. Пушкинский фонд, к сожалению, не такой большой. Пушкинский фонд на сегодняшний день составляет 4 тысячи предметов. Понятно, что оригинальных предметов там нет. В основном это предметы, мы до того времени, крыги, кто сегодня видел, это прижитные наиздания. Ну и начну я, естественно, с музея Пушкина в Бурзуфе. В основном музее, как и часть сегодня участников уже видела, представляет дом, в котором в 1820 году жил Александр Сергеевич Пушкин. Это бывшая дача губернатора Афраама Деплюсиды Решилье. И дом с недавнего времени был с объектом культурного наследия федерального значения. Это, пожалуй, одно из самых стартового строения европейской постройки на южном берегу Крыма. Он с вами ушел в течение 1808-1811 годов по распоряжению Деплюсиды Решилье. Он первый владел домом того роскошного парка, который его окружает. Сам Решилье в нем бывал мало, фактически не жил, но с удовольствием предоставлял возможность жить в нем путешествующим, знакомым и друзьям. И за необычную в то время архитектурную домировку, не могу это не отметить, гости дома окрестили по воздушным замкам. Действительно, если смотреть на старинные гравюры или изображения этого дома, он, благодаря вот этой вот вере в веранде и колоннам, он имеет такую некую воздушность. Ну, как я уже сказала, мемориальное значение, оно, прежде всего, связано с фактом пребывания в Луфе и проживания в этом доме Александра Сергеевича Пушкина. И Александр Сергеевич писал в Луфе, жил я с Днем, купался в море, обидался виноградом. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. Это было счастливое время, и я нисколько не сомневаюсь, что пребывание в Замсе Сергеевича в этом доме было счастливым и прекрасным, потому что и крюм к этому располагает, ну и период жизни его соответствующий. И дом пришли этим еще примечательным тем, естественно, что в разное время его посетили, находились какое-то время и отец и сын Раевский, и моряков апостолов, и припомедов Игускин, и Чижуковский, император Николай 1-й Александр 2-й, и о том, какой дом был первоначальным, можно судить по некоторым литературным, географическим источникам. Он выполнен в соблюдении традиции русской усадьбы, архитектуры или начал 12-го века, и построен с учетом особенностей южного жаркого климата. Последним владельцем дома был организатор и хозяин курорта Гурзуф Петр Ионович Гуконин, ну а после революции в 2002 году на базе имени Гурзуф был организован военный санаторий, после, дали дальше санаторий, и хоть создание музея был долг, большую роль в его создании сыграл ученый Пушкин Борис Викторович Томашевский. Это имя, что является связующим в истории объединения двух музеев, потому что Борис Викторович стоял в истоках создания музея Пушкина, а дом, в котором он жил, находится, находился в управлении музея, дом музея Чехова и находится на территории дачи Чехова в Гурзуфе, то есть там тоже совершенно рядом. О нем я немножко позже скажу. Музей Пушкина в Гурзуфе открылся в июле 1938 года, сначала в Великой Отечественной войне он был закрыт, после военные годы он опять использовался под санаторное учреждение, и лишь в 1987 году было принято решение о реставрации зданий и открытии в нем музея. В феврале дом решили передается для организации мемориального музея, прошла реставрация и музей нашел работу в июне 1989 года в составе Янтинского историко-литературного музея. Через 10 лет в 1999 году музей стал самостоятельным юридическим лицом. Чуть позже, до 2000 года, музею был предоставлен постоянное использование земельного участка. К сожалению, территория не была закреплена и определена правильно, и этот земельный участок был посередине того участка, который принадлежал санаторий Пушкина. То есть музей находится, грубо говоря, посреди чужой земли, который на сегодняшний день является частным. И, соответственно, проход к музею ограничен, свободного прохода к музею из поселка на стороне набережной, ни с верхних ворот нет. В 1999 году основу музея составила коллекция экспонатов. То, что было передано Янтинским историко-литературным музеем. Сегодня, как я уже сказала, фонд музея Пушкина в составе заповедника составил 4000 экспонатов. Экспозицию музея сегодня все видели. Завтра вторая группа увидит экспозицию музея. Она основана, рассказывает о крымском периоде пребывания Твана Сергеевича Гурзута и в Крымово поэтических произведениях. В зале представлены проживительные здания, предметы пушкинской эпохи, крымского быта. Отдельно представлен кабинет Томашевского. По сегодняшний день реставрационные работы в этом здании не проводились. Ну, в общем-то, мы сегодня тоже там были, смотрели с Евгением Анатольевичем. Они, наверное, там не нужны реставрационные, там нужны косметические работы, отдельно переходя уже к работе с экспозицией. Сегодня при освоении территории в охранной зоне музея-зуповедника необходимо вообще устранить все риски, которые связаны с сохранением вот этой вот визуальной целостности ансамбля Курзуфи. И на моем времени, как я уже говорила, очень остро стоял доступ свободного, свободный доступ к музею. Сегодня, я скажу так немножко заранее, но на финальном этапе оформления этих земельных документов, по которым часть парка-санатория Пушкина, вход со стороны набережной все-таки отходит в собственность музея-зуповедника. И мы очень надеемся, что к началу туристического сезона 2018 года вход со стороны набережной будет свободной, потому что сегодня экскурсионный процесс организуется по формированию групп, по времени люди живут на набережной, выходит сотрудник и ведет их в музей, проводится экскурсия, и люди опять идут обратно. То есть это, естественно, сокращает и свободный доступ к музею, это вопрос финансовый составляющий, потому что порядка, наверное, 50-60% посетителей мы за это теряем. И в первую очередь, безусловно, вот этот свободный проход, он увеличит количество посетителей музеев, с другой стороны, он повесит нашу ответственность за предоставляемый музейный продукт. То есть люди, приезжающие из столицы, ну и вообще люди, приезжающие, которые ходят по музею, естественно, они видят разницу, разницу экспозиции, разницу оснащения музеев, и нынешняя экспозиция, она была создана 20 лет назад, конечно, она где-то морально устарела, и на фоне вот даже современного состояния этого музея Чехова в Ялте музей Пушкина в Горзуфе выглядит менее презентабельно, что, естественно, косвенно регулирует значимость музея русского поэта, а это, безусловно, допустимо. Поэтому экспозиция требует обновления, возможно, полной замены, и это основной момент, естественно, который мы включаем в концепцию развития музея-заповедника. Другое дело, что вам теперь предстоит серьезная большая работа над, ну, в первую очередь, на тематико-экспециационный план, и вообще принятие решений о разделах. Благодаря форуму, вот даже за эти прошедшие, может сказать, полтора дня, сейчас проблему мы уже обсудили с Евгением Анатольевичем, и что-то укладывается, какие-то границы уже вырисовываются, что это может быть, потому что за последнее время, например, очень много издано исследований по развитию курорта Горзуфа, по развитию курорта Горзуфа, развитию курорта Су-Усу, который тоже там рядом расположен, то есть все это взаимосвязано, и где как не в этом музее об этом рассказывать, потому что, к сожалению, больше другого места, где об этом рассказать нет, а цели задачи музея-заповедника, в общем-то, то тоже это определяют. Потом тема крымских татар, которые жили в Горзуфе, она тоже находит отражение в творчестве Александра Сергеевича, тем более есть часть коллекции музея, которые это представляют, вы тоже сегодня это видели, это тоже интересное направление, то есть нам есть над чем работать. И, конечно же, принимая в состав, принимая в скромный состав Кушкинских фондов, нам тем важнее тщательно продумать и концепцию, и темы разделов, и без авторитетных консультаций нам тоже не обойтись, поэтому в ближайшее время мы будем выносить на обсуждение музея-заповедника музея-заповедника сообщества обновления экспозиции музея Пушкина-Горзуфе, ну а дальше художественные, дизайнерские, пространственные решения, экспертизы – это уже технический момент. Ну вот это вот основные моменты по музею Пушкина-Горзуфе, действительно, ну не проблема, проблема – это решаемые, вопросы есть, которые мы будем обсуждать, будем над ними работать. Следующий объект музея-заповедника – это дом музея-заповедника в Ялте. Музей расположен в черте муниципального образования города Ялты, сам мемориальный комплекс, усадьба Чехова расположена на 37 сотках, который приобрел Антон Павлович в татарском поселении Утка, где мы сейчас расположены. Мемориальный дом и мемориальные флеги построены по проекту тогда молодого архитектора Ивана Николаевича Шиповалова. В 1899 году был закончен на строительство. В 64-м построено здание литературных позиций, где мы сейчас с вами находимся. Официальный статус государственный дом музея получил в 1921 году, как и многие музеи. В общем-то, в то время первым директором музея, сестри писателя Марии Павловича Ялтынский регулировационный комитет выдал охрану грамот. Это документ, который находится в фондах музея, и от которого, наверное, мы можем отталкиваться, говоря о возрасте музея. Это официальный документ. Хотя, ну, наверное, как в любом мемориальном музее можно по-разному считать возраст. Можно от первого посетителя. Есть версии сотрудников нашего музея, которые говорят, что первыми посетителями были гимназисты, которые со смертью Андрея Павловича муляли посаду. И Мария Павловна ходила и показывала дом, где жил писатель. Дом построен и стоит на, сразу скажу, оплазневом неприятном участке, который вызывает много беспокойства, много проблем. Реставрировать его можно и бесконечно, и хоть каждый год, к сожалению, это не спасет его от современной ситуации, пока не остановится оплаз, на который активирован. Активирован, он активизируется. У нас был прецедент. Мы ввели долгую переписку в связи со строительством частного дома на соседнем участке в охранной зоне. И в одном из писем противополазного управления нам направило ответ, в том числе, где говорилось о том, что по региональному прогнозу пик огневоактивности, у нас в частности по оплазной доме Чехова, идет до 18-го года. То есть земля сползает, дом стоит неровно и, соответственно, проблемы будет добавлять. Надо сопоставить движение в тонусе. Мы ходим, замеряем трещины, разломы и прочее. Это не уникальный случай. На самом деле весь южный берег Крыма так существует. И львадейские творецы, и проблемы эти пытаются решить. Недавно у нас была закончена программа по противополазному работе на территории мемориального Чеховского сада. Было пробурено, по-моему, более 150 дней вот этих вот дыр, куда был какой-то адский бетонный раствор залит. Ну, посмотрим, что будет дальше. Потому что это, к сожалению, не добавило красоты Чеховского сада. Это уничтожило какой-то травяной покров, который мы будем восстанавливать. И говоря о Чеховском саде, в свое время, когда еще начинал постройку Антон Павлович, он разбил вокруг дома сад. Сажал ему воздух безонарочно при своей жизни. Когда Антон Павлович купил участок, участок был неровный. Это были три террасы от 5 до 15 метров. И все это, без необычный рельеф участка, он предоставлял возможность для размещения растений из различных климатических зон. Первые посадки Антон Павлович делал в 1898-1999 году, то есть когда-то он строился, когда он уже переехал в нем жить. И воспоминания современников, письма и факты биографии, они дают нам возможность проследить, как постепенно формировалась главная идея Ялтинского сада. Когда Антон Павлович переехал в Ялту, и стало очевидно, что здесь он будет жить все время, не выезжая, он на своем вот этом вот участке решил собрать образцы, флоры из разных мест земного шара. Как тех, которые он видел во время своего путешествия, так и из тех мест, где он еще не успел побывать. Антон Павлович писал, что сад будет необыкновенный, что сажает он сам собственноручно. И к 1901 году он писал сад, что садил именно то, что нужно. Думаю, что это так, и его прежде, чем сажать, я размышлял очень долго. И на примере чеховских записей мы можем представить, ну по крайней мере, описать, каким он мечтал видеть свой сад. И научными сотрудниками музея для изучения чеховского замысла были изучены письма, список растений из центральных сад. Антон Павлович, который находится в фондах нашего музея, список заказ за подписью самого писателя, который адресован в задуманную заведению Синоги, например, многие другие документы. В фондах музея сохранилось порядка 18 справочных изданий, каталогов по цветоводству, цветоводству с пометами, которые, возможно, сделал Антон Павлович. Юлия Георгия Мадокополова, заведующая музеем, она тщательно изучала этот вопрос. В общем-то, она и инициатор, и отдельный предновитель автора концепции по восстановлению и реставрации Чеховского сада, которая была научным сотрудниками музея написана. И на сегодняшний день при содействии властей Российской Федерации и нашего Министерства культуры, в общем, нам были выделены средства, и мы благодаря им реализовали первый этап давно задуманного проекта по реставрации и восстановлению Чеховского сада. Специалисты государственного предприятия Никитский Ботанический сад провели работы по изучению сада, составили научно-технический проект документации для реализации, так и называется, проект воссоздания телеменей территории сада Дома-Музея в Чехово-Ялте. На сегодняшний день этот первый этап закончен, то есть он включил в себя обследование, диагностику растений мемориального сада, ландшафта, технических условий, составление рабочего плана и эскизного проекта. То есть был полностью составлен каталог, монетаризированы мемориальные и другие растения, то есть на сегодняшний день на территории сада сохранено 63 мемориальных растения, посаженных, собственно, нарушено антоном Павловичем. В каталог внесены все растения, диагностированы призвольные инвентарные номера, то есть, в общем-то, это достоверные сведения, включая возраст, высоту, окружность ствола и так далее. И на основании вот этого концепта, который был написан научными сотрудниками, работниками садово-парковой службы, был вот этот вот проект документально нам предоставлен, утвержден. Сейчас, конечно, у нас стоит вопрос о реализации второго этапа, то есть о практической реализации этого проекта, о создании озеленения Чеховского сада. Потому что, во-первых, это вопрос финансирования, а во-вторых, все-таки Чеховскому саду более 100 лет. И многие растения, они действительно переродились, они требуют ухода. По завещанию Марии Павловны, она просила на месте погибших растений сажать те же самые, но опять-таки, чтобы косвенно говорить о замысле, с которым создавался Чеховский сад. И к этой задаче, на мой взгляд, нужно добавить задачу модификации Чеховского сада, если так можно сказать. Потому что мы определяем сад как мемориальный, потому что у нас есть подлинные документы, было проведено исследование о том, что сад сажался Чеховым, есть ли там подтверждение и прочее. То есть стоит вопрос документирования. Должны ли у нас быть какие-то документы, должны ли мы каким-то образом подтверждать вот именно эту музейную, мемориальную значимость Чеховского сада, его историческую, культурологическую, потому что есть у нас памятники садово-парковые искусственные, такие как, ну любые сады, парки, которые мы так определяем. Вот у нас вопрос по мемориальному саду. Можем ли существовать и вот такие документы, и вообще какой путь необходимо в 50-е годы многие довольно-таки музеи шли по пути, музеи-усадьбы шли по этому пути. Но мы не определяемся, что это усадьба. Правильно, но это все равно были, во всяком случае, в советское время были специальные, специальные организации сейчас существуют, естественно, которые эти исследования проводят. Понятно, что это необходимо. Мы не только с точки зрения даже науки прежде всего, я не могу сказать иначе, но создатель Чеховского Мелехова, по сути, создатель Юрия Константинович Авдеев говорил, что сад – это экспозиция номер один. Да, сад – экспозиция номер один. А как нам документирован? Нам же, это же понятно, нам нужен документ, где нам написано, мемориальное храняется кем? Вот как раз в Мелехове есть флатома материалов лес-проекта 70-й год, 78-й, 79-й, там, кстати, по-проекту, если что, где как раз, там побоя деревьев, естественно, где как раз вот эти вот наказания есть. И это документ, тот документ, на который опирает самоисторическое справку и так далее. И у нас 5 минут. Все, благодарю. И дальше все пойдет гораздо быстрее. Следующий, это следующий объект в музее – это отдел Чехов-Украины. Он был открыт в 2006 году, изначально он назывался Чехов-Украины. Это арендуемые два помещения, арендуемые у города. Они находятся в историческом здании, даче принадлежавшей Лавайской. Это достаточно известное в Ялте место, там бывали многие писатели, поэты, и Горький, и Волошин, и Лев Николаевич Толстой. С 2014 года экспозиция была мальтернизирована, при небольшие изменения. Экспозиция стала называться «Чехов и Крым». И основные тематические комплексы, они раскрывают в основном тему «Чеховская карта Крыма», потому что, естественно, Чехов путешествовал по Крыму, бывал в разных местах, еще до переезда жизни в Ялту. Тема крымского окружения писателя, крымские мотивы в творчестве Антона Павловича. И в основном экспонируются предметы из фонда Чехова. Это личные вещи, письменные церкви принадлежности, потому что, ну, и Наслантин Павлович его и медицинской церкви. Дальше, дача Чехова в Гурзофе. Это то, что сегодня любители, я вам говорю сразу, к сожалению, даже если завтрашняя группа туда доедет, то при мобилизации усилий можно дойти и познакомиться с территорией. Дача на зимний период, то есть, в этом году опечатана, выведена предмета, потому что она неотапливаемая. Это строение второй половины XIX века, архитекторно известен, татарская церковь, которую Антон Павлович купил для того, чтобы уединяться из Ялты, как это ни странно, завтра на экскурсиве все об этом услышат. И это место известно тем, что именно здесь Антон Павлович начал писать «Три сестры». Экспозиция, в общем, рассказывает о… Ну, да. Ей представлен премориальный кабинет писателя с предметами. Одна из комнат небольших рассказывает, она как биографическая, о семье писателя. Вторая – о супруге, которой была… Тупар завещала эту дачу, о ее гостях, потому что, естественно, гостей здесь было много. Прям Том Павлович, Куприн, Буня, Коровик, Комиссаржевская, Ольга Леонардовна Книпер, когда приезжала на дачу, и круг ее гостей был огромен. На сегодняшний день по даче Чехова в Бурзуфе мы постарались убрать из экспозиции все оригинальные предметы, особенно на бумажной основе, все фотографии, потому что, во-первых, это основной фонд музея, во-вторых, помещение не отапливается, двери открыты, ряда море, солнце. С целью сохранности была немножко изменена, но, в общем, остается такой же привлекательным потом приезжать обязательно летом. С летом связан другой вопрос, это вопрос риторический. Дача расположена на берегу бухты, Антон Павлович так и писал, что он купил дом на берегу бухты, и сейчас мы оформляем земельные участки охранной зоны, и нам удалось включить земельный участок и Чеховскую бухту, но проблема в чеховскую бухту такая же, какая была до недавнего дня в Херсонесе, это любители купаться. Весь Грузов и все отдыхающие через музей идут купаться в Чеховскую бухту, поскольку они не идут в музей, они идут бесплатно, с мокрыми матрасами, полотенцами и прочее. Для нас это действительно проблема, потому что, во-первых, где бы не находился музей, на улице или в помещении, это все равно музей. Правила те же, все тоже, поэтому мы ждем развития ситуации, как только оформится земля, мы каким-то образом будем решать этот вопрос, потому что наша последствия такая, что, конечно, для этого есть пляжи. Тем более, это не харта пляжа, это не обследованное дно, мы не можем вести ответственность, но традиции, есть традиции специфика, особенно Курзуфа, есть специфика Курзуфа. В Херсонесе, в плане Гене, ей удалось решить этот вопрос, она запретила купаться, но тут вопрос назначения земли, статуса земли. Ну, мы в этом направлении будем двигаться, это не суть нашей концепции, вот это просто вот такие юридические административные вопросы. Хотя здания совсем приятные, потому что мы все знаем, что такое конфликтные посетители, особенно, которые летом хотят пройти на пляж. Дальше дом ученого-мушкиниста Бориса Викторовича Комашевского в Курзуфе. Это здание, находящееся на одном земельном, вот это, кстати, кусочек Четовской бухты, вот вид сверху. Здание, находящееся на земельном участке с дачей Чекова в Курзуфе, здание многострадальное, потому что оно было, находилось в аренде позапрошлом году, но все-таки многолетними усилиями, судами выбили его из аренда, теперь это объект музея, оно стоит, оно не музеифицированное, это объект культурного наследия регионального значения, оно неотапливаемое, то с помещениями, назначения пока неизвестны, потому что нужно сначала крепко подумать, наверное, после работы с музеем Кушкина или параллельно, что там будет и как там, и как вообще распорядиться, потому что, ну вот к слову говоря, даже если об экспозиции в этом здании, не настолько в Курзуфе большой поток посетителей, чтобы вот, ну там по-моему порядка 160 квадратных, а может даже больше метров, делать какую-то вот такую серьезную экспозицию, потому что… в Курзуфе, в Курзуфе, в Курзуфе, в Курзуфе есть два места, где жили Тамашевские, это первое место, более долгий период они жили чуть выше на улице Крымской, все думают, что это именно тот дом, в котором жили Тамашевские, на самом деле архив и все, не архив, а личные вещи остались. В старом доме то, что у нас есть, это в фонде музея Пушкина, это несколько документов, и мемориальной патологии там нет, еще раз повторю, это дом, который ждет, наверное, своего часа. Пару слов я могу сказать о научно-исследовательской работе, потому что экспозиционная работа, она, наверное, у всех одинаковая, самое значимое мероприятие научное в музее-отповеднике, это чеховские чтения в Ялте, международная научная конференция, конференция с традициями, конференция многолетняя, начало этой конференции положила Мария Павловна Чехова в 1954 году, каждый год в апреле до этого года, каждый год собирались чеховеды в Ялте, ученые с мировыми именами, которые приезжают пять дней, у нас здесь праздник науки, творчества, песни, труда, театр, ну всего. На самом деле это действительно серьезное, интересное событие, но учитывая то, что теперь в составе заповедника еще музея Пушкина, на заседании сообщества Чеховских музеев Ялте было принято решение о проведении чеховской конференции раз в два года, и раз в два года проведении пушкинского мероприятия, мы будем еще определять форму конференции, это наши участники, замечательные фотографии, которые мы все с теплотой вспоминаем. Я не буду перечислять участников конференции, потому что на нашем сайте все могут быть. Я имею в виду, я имею в виду, я не имею в виду соль. Да, к сожалению, да. Поэтому, Дмитрий, давайте, наверное, следующую презентацию. Я расскажу, просто освещу те межмузейные проекты, которые были реализованы в Дома музея Чехова в Ялте. Кстати, реализованы именно благодаря, я бы так сказала, командной работе чеховских музеев, потому что музейное сообщество чеховское, оно все-таки дружно, сильно, и да, мы возим друг другу, но мы возим интересно, нам есть что показать, особенно учитывая, что нам тем более есть что показать, и мы, конечно, последние, последние несколько лет все время возили, возили далеко, возили оригинальные предметы, и последний раз у Ольги Александровича нашел их в центре. И дай Бог не последний. И дай Бог не последний лежит наша выставка, и, конечно, мы задумываемся, сразу говорю, о сохранности предметов, о безопасности их вывоза. Но предмет они для того есть, чтобы их показывать, чтобы их показывать, показывать красиво, показывать с какой-то идеей, с какой-то целью, поэтому мы вообще-то это не знаем. Значит, это было в 2014 году, как только Крым соединился с Россией, первая выставка, как вчера сказал Юрий Николаевич Шлатев, наша география самая дальняя, мы вывезли на Сахалин. Выставка называлась «Вещи-путешественники» и «Возвращение на остров Сахалин». Она была юбилейная, сахалинским датом, самое главное, мы отобрали те предметы, которые находятся в нашем музее, с которыми Антон Павлович когда-то совершил свое путешествие на Сахалин. В первую очередь, это чеховское пальто, кожаный завтра, его все увидят в музее. К этой выставке мы его отреставрировали, там было очень много интересных моментов, интересных находок. После реставрации мы явно увидели, что пальто носили другие люди, что оно ушивалось, были ушиты манжеты, нашли на обратной стороне печати. Ну, это такие музеиные, очень интересные моменты. Давайте дальше идем. После этого, опять-таки, в тему Сахалина, Екатеринбург, ну, это было даже в тему Сахалина, это было в тему Сахалина, плюс в тему присоединения Крыма к России. И нам предлагали, мы с удовольствием соглашались, не оказывались, потому что материалы у нас на Сахалина подготовлены. Подготовлены, мы отвозили выставку в Екатеринбург. Мой адрес Ялка вообще предполагалось, что у вас как будет война, она посвящена Чехову маме и Сибирику, маме был здесь. И есть некоторые фотографии совместные, но, к сожалению, была реализована только первая часть. Только мы уехали в Екатеринбург, в Екатеринбург к вас не доехал. Но, тем не менее, это было красиво, интересно, были немного детально обозначены элементы интерьера Чеховского дома. Мы возили несколько предметов туда, и Ольге Леонардовне, личные вещи. Это был такой театрализованный проект, очень красивый. Наши коллеги, большие-большие наши всеобщие друзья, Таганрольский музей-заповедник, в юбилейной дате мы создали выставку, называлась Таганрог Ялта, гений Чехова объединяет. Выставка экспонировалась сначала у нас, в памяти Чехова, 15 июля-сиюля, потом мы ее переназили в Таганрог. Выставка интересна тем, что вот на этой вот за экраном маленькой площади, вот этой вот нише, нам удалось показать максимальное количество региональных предметов и таганрожских, и наших. Идея была такая, что идея начала, идея конца. Таганрог – это родина, Ялта – это город, откуда Антон Павловичу ехать, больше не вернулся, это последний его дом. Было очень четко продуманное дизайнерское решение и художественное. Но Выставка пользовалась успехом, она действительно была красивая, и она рассказывала. Рассказывала о Чехове, была понятна идея и цели садя, рассчитывается дальше. Это «Личные вещи Чехова», это выставка, та же самая Сахалинска, она просто переехала из Александра Сахалинска в Южно-Сахалинск, в музей книги «Остров Сахалин». Там, конечно, была совсем другая обстановка, там другие площади, ну кто был, я видел, я знаю, там современные условия, немножко это выглядело особо другом. Давайте дальше. Это выставка, опять-таки, из Таганрога, посвящённая, она была создана 12-летию Файмы Григорьевской, мы её просто принимали, но заработали мы на одном месте, опять-таки, в этой нише. К сожалению, только есть художественное решение, я не нашла, я прошу прощения, оригинальных фотографий, но она тоже была интересная, и она как раз стояла летом, было много посетителей, и она пользовалась успехом. Там были личные предметы, мы даже привезли мебель из квартиры Невской, её мебельные гарнитуры, фотографии, все вот эти вот собачки, фотографии, причём интересно были, они были прямо вот со следами от кнопок, которыми Файмы Григорьева прикреплялась фотография к стене, но это производило особое впечатление, ну, как, наверное, всё мы знаем, вот такие вот детали у свидетелей. Это наш местный проект с любимым мне, человеком, великий писатель, филотерист, мы предоставляли марки, да, Настасья Анатольевна, марки, я не помню, что ещё, марки, да, то есть у нас есть коллекция Мара, которую тот Паш собирал, он их, можно, да, расскажу всё-таки, он собирал марки с отвертов, писем, которые к нам приходили, собственноручно перемастывал, у нас есть вот эти вот колбики Мара, в 80-х годах, ну, и один из этих столбиков всё-таки распаковали, описали, теперь у нас есть марки, как по изночке, так и собранные. Ну, это тоже достаточно. Так, а это вот последнее, знаете, вот значимость этого проекта «Четыре жизни Чехова» в Шолохов-центре, в котором принимали участие четыре крупных чеховских музея, это был Таганрог, Москва, Нелихово и Ялта. Мы осознали, наверное, только на открытии, когда мы там всё, микрофоны стояли, мы поняли, что вообще за всю историю это первый, первый крупный совместный проект Чеховских музеев. Он действительно получился очень мощным, очень красивым, но вот только Александр, если захочется, не добавит, потому что были отработаны темы, были отработаны залы, и каждый... Причем самые два маленьких залы достались в том самом большем коллекции, в Ялтинской и Московской. Ну, мы хорошо справились. Вот вы видите, мы даже отвезли мосьет, мы их с большим трудом отвезли, вот сейчас, он обычно у нас стоит в нише, в поле, мы с большим трудом привезли, много было у нас приключений, но тем не менее выставка действительно получилась очень интересной, очень красивой, но, конечно же, в таких условиях, как Шолохов-центре, там приятно делать выставки. Там все четко отработано, не потому что только Александр, она здесь сидит, там действительно, каждый знает, что ему делать. Вам развесят и картины, с вами будут работать и рабочие, и экспозиционеры, и условия, техника там все позволяет, все располагает к этому. Это реклама скрытая, я не понял. Нет, это искренне, действительно, потому что действительно не везде это, не везде это есть. Проект получился очень удачно, вот он на днях закрывается, я не знаю, наверное, когда мы повторим, потому что сил было много вложено, и работы было много проделано. Но это было здорово, у нас объединяется человек, да, да, что касательно проектов, ну, может быть, предваря вопрос, я сразу могу сказать, какие-то, какие-то были действительно прописаны с целями, задачами, концептуальными, с планом, то есть, что мы хотели показать. Какие-то, как поездка на Сахалин, например. Мы просто там, мы просто возили предметы под идею возвращения на Сахалин. Вот как бы тема самого путешествия, она была интересна, тем более Сахалин, ну, пропитан Чеховым, там все на Чехове завязано, это было интересно. Не все выставки мы возили за свой счет, естественно, особенно первые, мы были популярны, нас хотели видеть, мы соглашались. То есть, мы аварийно бросались, собирались, соблюдали условия, выдвигали свои требования, не за все мы платили. Где-то мы работали пополам. На вопросы могу ответить. Может быть, один вопрос у нас во время, допустим, ну, или тогда уже популярно просто, или на Александр. Вот, можно пойти. Спасибо, Елена Александровна. Ну, вроде бы, и о такой очевидной вещи, как в межмузейной выставке сейчас поговорили. Ну, вот, сегодняшний разговор, он предполагает как раз разные формы взаимодействия этого. И я хочу предоставить слово Софье Анатольевне Понтюрине, с которой мы вчера в массе своей познакомились. Со словом о межмузейном межмузейном проекте «Семейная путешествия», то есть и семьей в музеи. Многие московские музеи многие годы участвовали в этом проекте. У нас в этом тоже есть что сказать, но предоставить слово Анатольевне. И это та форма, которая действительно возможна. Да, там есть авторские права, но она возможна. И, может быть, стоит в Пермском крае упомянуть тоже, да? Например, я сейчас скажу, что это не только в Пермском крае, но сразу же следующий слайд. Да, я вам расскажу про… она у нас такая официальная, она называется «Образовательно-досуговая межмузейная программа «Семейное путешествие. Все семьи в музей». Но последние несколько лет нам, честно говоря, организаторам стало нравиться называть ее просто «Игрой путешествий. Все семьи в музей». Мы ее так сократили. Мы затеяли эту программу в 2008 году. Для чего? Для того, чтобы помочь индивидуальным посетителям, вот обычным родителям с детьми, которые приходят в музеи, не записываясь на какие-то специальные программы, которые в музее там не приготовили, а просто вот тогда, когда им удобно, возможно, проходя мимо. И которые оказываются нередко в пространстве экспозиции, которые им не очень знакомы. Особенно, когда у них, значит, дитё, которое задает массу вопросов. И нередко бывает, я думаю, что вы это тоже замечали, когда, на самом деле, родители с детьми в экспозиции начинают проводить время отдельно друг от друга. Почему? Потому что, опять же, вот ребенок начинает спрашивать, родители чувствуют себя не очень уверенным. Потому что одно дело, ты пришел в знакомый музей, другое дело, в не очень знакомый. И для того, чтобы вот как раз делать, во-первых, упростить родителям жизнь, для того, чтобы это совместное времяпрепровождение было в удовольствии, оно было интересным. А главное, для того, чтобы через там час-полтора-два дети с родителями ушли из музея с какой-то хорошей, опять же, законченной, понятной историей в голове, не очень уставшей, довольной, и им захотелось вернуться, вот о чем я говорила вчера. Для нас это было очень важно. Вот, собственно, для этого мы и затеяли эту программу. Немножечко сразу про организационные моменты. Для нас тоже в Москве просто это серьезная проблема, да, музеи разного верностного подчинения. Вот сначала первые два года, три года, я уже сейчас забыла, с 11-го года, значит, первые, получается, три года, в нашей программе принимали участие только музеи подчинения департамента культуры. Но потом, постепенно, сначала мы любите и департамент культуры, согласился, спасибо ему большое, не государственные музеи, а не Москвы. А дальше, в общем, это прекрасно, была утверждена концепция, где могли принимать участие в этой программе любые музеи, независимо от верностного подчинения. И это прекрасно, потому что участвовали в подчинении мистерства культуры, департамента культуры, ведомственные музеи, не государственные музеи, частные музеи. И, на самом деле, в рамках этой программы тоже, в общем, сотрудники все познакомились друг с другом. И для нас это было очень важно. Значит, музеи-участники, они, как недавно у меня написано, выступали соавторами тематических маршрутов и авторами путеводителей. И действительно, за, собственно, 9 лет проведения программы, так или иначе, вот я сейчас почитала-считала, но так и сбилась все-таки со счета, поэтому у меня написано, более 60 музеев в Москве приняли участие в этой программе. Можно следующий слайд. В основе программы лежит технология объединения музеев, тематические и возрастные маршруты путем игровых путеводителей. Эта технология была придумана ни в коем случае не нами, она возникла в Санкт-Петербурге. В 2004 году впервые там был приведен фестиваль детских дней в Петербурге. Дарья Агапова, которую мы уже тоже упоминали и которую многие здесь знают. Значит, технология родилась там, но вот в 2008 году с позволения, разрешения, одобрения и поддержки, значит, мы сделали, переняли эту технологию, сделали программу в Москве. Сейчас по этой технологии действительно проводится межмузейный проект в Перми, во Владивостоке, пробовали делать в Петрозаводске, есть точно в Калининграде, а никого я сейчас не упомянула. Точно. Вот, да, я хотела сказать, что раньше, значит, мы долгое время могли с уверенностью говорить, что аналогии, вообще подобной программы в Европе нет. Теперь мы уже не можем говорить, потому что, значит, появилась такая же межмузейная программа, похожая в Таллине, и появилась, собственно, в Финляндии. Дарья Агапова уже сейчас, вот это совсем свеженький такой пирожок, буквально там месяц назад, такая программа возникла в Хельсинки. Поэтому сейчас действительно это уже становится, принимается, да, разными городами все больше и больше. Почему? Потому что вот эта технология позволяет объединиться в один проект, в одну программу очень разного музея. Если мы говорим про Санкт-Петербург, то там Элеметаж и какая-нибудь очень маленькая квартира Зощенко. Если мы говорим про Москву, то совершенно замечательно у нас в этом уживались достаточно большой какой-нибудь там музей космонавтики, мемориальный домик Чехова или там мемориальная квартира Скрябина с особенным режимом тоже посещения. Потому что путеводитель можно сделать абсолютно по любому музею. Единственное условие для приема программы – это было свободный доступ. Вот когда посетители, можно в любое время, в субботу, воскресенье, прийти и посетить этот музей. Вот для нас было только это важно. Обратите внимание, в центре лежит паспорт путешественника. Мы с самого начала решили, что раз у нас как-то выбрана форма игры путешествия, у нас семейное путешествие, то вот есть такой паспорт, который выдается каждому ребенку в первом музее, который, значит, ребенок и семья выбирают по своему желанию. Значит, в этом паспорте есть паспортная часть, где при выдаче вписывают имя и фамилию ребенка, где ребенок потом может вписать всех взрослых, которые с ними, значит, ходили по музеям, где мы немножечко там поиграли во всякую там серию номер паспорта, это дата его от рождения. Ну, в общем, такие вполне игровые моменты, которые маленьким детям важны. Но дальше в этом паспорте путешественника указывается вся необходимая справочная информация о музеях участников, как добраться, сколько времени на автобусе занимает, если это метро, нужно еще сесть на автобус, сколько времени пешочком дойти до музея, как он работает, сколько стоит билет. В общем, вся необходимая справочная информация там есть. И также этот паспорт содержит так называемые карты. Карты путешествия – это, собственно, карта возрастного тематического маршрута. На этой карте указаны только музеи-участники, и рядом с названием музея есть поле, в которое ставится оттиск штампа. В этом скажу почему позже. Можно следующий слайд? Еще раз для тех, кто, может быть, пропустил вчерашний, значит, игровой путеводитель – это очень небольшая книжечка. Это всего 8 волос, от пятого формата. Мы экспериментировали тоже с разными форматами, но потом остановились вот на таком привычном для детей, похожем на тетрадочку. Это достаточно большое поле, удобно работать. Маленьким детям, которые пишут, если они только учатся писать, они пишут крупно, да, им нужно место для того, чтобы написать это слово. Удобно писать и подросткам. Это можно работать на планшете, без планшета. Вот на таком формате. Следующий. И дальше получали этот игровой путеводитель – семья, родители с детьми или дети, собственно, самостоятельные, но обычно это все-таки именно с родителями. Они идут по экспозиции и выполняют эти задания путеводителя. Дальше. Если говорить о целевой аудитории, то буквально с 2-3 года мы выбрали следующий возрастный маршрут, следующее возрастное деление. И оно нам кажется тоже удачным. У нас есть маршрут для детей 5-7 лет. Мы вот этих вот первоклассничков, или там 6-7 лет, записываем на самом деле в такую предшкольную пору. Почему? Потому что мы помним, да, что все-таки музей – это особое место. Это, там, чтение на ходу, это немножечко иногда бывает суета. В этом возрасте дети, там, даже если умеют достаточно шутеры читать и писать дома, то в музее это делать тяжело. Поэтому вот эти 6-7 летних детей мы записываем в этот маршрут 5-7 лет и делаем путеводители для них. Следующее возрастное деление у нас 8-11 лет. Это такие самые шутеры, самые азартные, которые справляются с очень разнообразными технологически-разнообразными заданиями. И еще также мы тренировались и делали путеводители для подростков. Но мы все время не забываем, что все-таки у нас семейное путешествие, поэтому, например, когда мы разрабатываем путеводители, тренируемся и делаем путеводители, мы обязательно проговариваем задания на совместную деятельность ребенка и взрослого. Но когда мы это делаем, мы тоже имеем в виду все время на семинаре, еще раз мы прям отдельное внимание этому уделяем. Что эти задания должны быть очень хитро и продуманно заставлены для того, чтобы не дать родителю возможность немножечко встать на ступеньку выше, сказать ребеночку, что вообще-то ты должен это знать, мы уже это умеем делать, но почему ты не можешь сам. Мы продумываем эти задания так, чтобы на самом деле дети и родители становились на равных. Они были соучастниками какой-нибудь прекрасной игры, которая позволяет подробнее и повнимательнее посмотреть на экспонатах, которые позволяют что-то понять про эти экспонаты, или родители на самом деле становятся источником каких-то своих прекрасных воспоминаний, о которых, в общем, если родитель рассказывает дома, за ужином, иногда это не очень интересно детям, потому что хочется позаниматься другим. А вот здесь в музее, когда мы видим какие-то предметы и родители начинают рассказывать о том, как это было у него в детстве, это становится действительно интересным и хорошим. Поэтому взрослых сопровождающих родителей, бабушки и дедушки, они у нас тоже все-таки осознанно входят в нашу целевую аудиторию. Дальше, пожалуйста. Еще раз все-таки, чтобы было понятно. Вот ежегодно в среднем у нас принимало участие около двадцати музеев. Эти двадцать музеев мы делили, честно скажу, что это был такой вот, почти в приказном порядке, нами организаторами, мы сами делили музеи на возрастные машины. Почему мы не давали некоторую эту свободу? Потому что мы изначально, когда задумывали эту программу, для нас было важно, что эта программа не только рассчитана на посетителей музея, но эта программа рассчитана еще и на музейных сотрудников. Нам было важно, чтобы все музеи, во-первых, попробовали себя в работе с разной возрастной аудиторией. Мы поначалу сталкивались с тем, что музеи боялись, например, работать с маленькими детьми. Нет у нас взрослой серьезной экспозиции, как же мы будем ее адаптировать в пятилетии. Мы сталкивались с тем, что не очень хотели и понимали, как работать с подростками. Поэтому мы делили, исходя из этого принципа. Дальше еще, как организатор, мне приходилось все время смотреть на логистику, на передвижение родителей. Я понимала, что я не могу в один маршрут объединять далекий музей, в какой-то маршрут объединять музей, который находится более-менее в центре. Мне приходилось смотреть тоже за этим. Мне приходилось, опять же, как организатору смотреть за тем, чтобы в одном маршруте были собраны разнопрофильные музеи. И поначалу, на самом деле, тоже. У нас было, буквально там первый год, во второй год было такое, когда, естественно, музеи одного профиля, они хотели коопилироваться друг с другом, потому что они понимали, как объединиться, какую тему придумать и так далее. А для нас как раз было важно, чтобы в одном маршруте были объединены разнопрофильные музеи, которые раскрывают объединяющую тему, каждый по-своему на своей экспозиции. Поэтому вот это мы делали, собственно, сами, приглашали музеи к участию и на семинаре обычно объявляли, вот кто в каком возрастном маршруте находится. Дальше, опять же, в разные годы было по-разному. Иногда мы, организаторы, придумывали объединяющие темы для маршрутов, но мне всегда нравилось, когда это рождалось на семинаре, опять же, в ходе обсуждения совместного. Вот для каждого маршрута придумывалась какая-то тема. Мы разговаривали, сейчас я пыталась вспомнить, какие у нас темы были, потому что за восемь лет, значит, соответственно, тем было очень много. Мы разговаривали про странности, мы разговаривали про общепринятые всяческие заблуждения, мы разговаривали про… Все это все меняется. Про изменения, про следы. С подростками мы разговаривали про свободу и про любовь, и у нас был замечательный… Собственно, вот просто чтобы вы понимали, да, мы в один год решили поговорить с подростками о времени. О том, что такое время, о том, как оно воспринимается. И мы объединили, допустим, геологический музей. Геологический музей, соответственно, рассказывал с точки зрения большой геохронологии, и что такое миллионы и миллиарды по сравнению, в общем, с человеческой жизнью. Музей там Москвы, археологии, они говорили о техническом, технологическом прогрессе. Допустим, музей Герцена говорил о том, как один день вообще меняет, может изменить человеческую жизнь под один день, и все. И она иная. Значит, там музей Марина Цветаева о том, что вообще жизнь там некоторых людей, не только конкретного человека, но и семейство, и не заканчивается там с моментом ее физической смерти, и так далее, и так далее. Почему иногда мы чувствуем, что время течет уже быстро, иногда нам кажется, что оно медленно. Вот на самом деле каждый музей раскрывает эту тему на своей экспозиции, на своем материале. Можно нам сейчас следующее, а потом мы сюда вернемся. С точки зрения того, как игра в путешествия проходит просто в каждом музее, чтобы вы понимали. Приходит семья, родители с детьми, обязательно в каждом музее есть место выдачи паспорта. Если ребенок начинает только свое путешествие с этого музея, ребенок выдает паспорт, и дальше в каждом музее на этом же самом месте выдает игровой путеводитель со всеми сопутствующими там наводящими словами, где начинается маршрут, если есть какие-то советы по его прохождению. Вот это место выдачи. Дальше семья самостоятельно идет по экспозиции и выполняет задания путеводителя. Если музеи могли себе позволить… Есть музеи все-таки с большим количеством сотрудников, есть музеи с меньшим количеством сотрудников. Если музеи могли себе позволить консультантов, которые просто фокусировали по маршруту, мы делали специальные яркие желтые решения и глоточки, чтобы было заметно, потому что иногда все равно нужны какие-то запутались, не очень поняли, и о грехе, и просто потому, что, допустим, много людей в музее, и не очень понятно. Вот такие консультантные экспозиции есть, и обязательный у нас, обязательный такой вот пункт, не нашла, я вот забыла, очень хотела вставить Эрнеста вокруг, когда его сидит за столом, вокруг него. Замечательные, да-да-да, и дети взрослые, которые так, открывшие рот в глазки, прекрасно его слушают. Значит, называется «Проверка правильности выполнения заданий». Но вот в этой презентации я все время забываю все-таки поставить кавычки, потому что мы обязательно это проговариваем, что мы ни в коем случае не проверяем знания, способности и так далее, но в том числе мы не можем, в то же самое время, мы не можем отпустить ребенка и родителей, в общем, с такой-таки верной информацией в голове. Мы и делали «Путеводитель», все-таки чтобы что-то улеглось и улеглось как-то правильно, поэтому обязательно есть это место. Я всегда настаивала, настойчиво просила, чтобы именно здесь выдавать «Путеводитель» может кто угодно, любой волонтер, обученный улыбаться, встречать, не знаю, говорить добрые слова. Но я всегда хотела, чтобы на проверке сидели сотрудники музея. Люди, знающие депозицию, люди, знающие и умеющие подсказать. Поэтому это такой, значит, повод на самом деле посмотреть, порассуждать, какими-то наводящими вопросами натолкнуть все-таки на правильный путь, и когда ребенка наталкивают, ну подумаешь, хорошо, окей, он сам исправляет. Это тоже важно. Важно на самом деле помнить, что как только ребенок написал какое-то слово в «Путеводитель», это становится его вещью, его предметом. Поэтому у нас тоже мы все время проговариваем, что ни в коем случае лучше все-таки стараться не чиркать в «Путеводитель» и не говорить, ни в коем случае, что это неправильно, правильный ответ вот такой. Нет. Это возможность поговорить, поговорить и обсудить. Когда их становится много, вот они приблизительно так садились в кружочек и разговаривали с несколькими семьями одновременно. Можно следующий слайд? Вот так это, собственно, выглядит в разных музеях. Есть место выдачи, дальше, собственно, идут работы по экспозиции, место проверки. И на самом деле не потому, что это я там выбирала. Вот с нашей фотосъемки есть очень много, прям подавляющее большинство фотографий, которые, несмотря на то, что ребенок провел в музее там час-полтора-два, и все-таки выполнение заданий «Путеводитель», я говорю, что это действительно работа. Вот такие заинтересованные хорошие фидеономии, когда они готовы разговаривать с музейным сотрудником, такие фотографии у меня гигантское количество, подавляющее большинство. И дальше, если ребенок проходит почти все, обычно мы делаем так, не все музеи одного маршрута, а на один меньше, чтобы все-таки дать какую-то свободу. Дети и болеют, и не болеют, ну то есть иногда просто категорически не хотят в какой-то музей идти, такое тоже может быть, это их право. Поэтому, значит, если ребенок проходит почти все музеи одного маршрута, мы давали диплом, потому что это тоже важно. Важно, если вы вычисляете из-за того, что дети собирают парфюре школьника. Можно следующий слайд? И что нам всегда было важно в этой программе? Во-первых, вот когда музей работает семейным посетителем, тут особенно важно помнить, что надо максимально давать свободу выборам, потому что семьи все разные. Разные по увлечениям, по возрасту, по способности одеваться, шустро приходить в музей к какому-то времени, а кто-то просто не способен это сделать. По тому, как быстрый ребенок, не знаю, там устает или когда чувствует чувство голода, он отваливается и вообще перестает соображать. Они очень все разные. Поэтому эта свобода выбора, она важна. В нашей программе, значит, она у нас проводилась в течение двух месяцев по субботам и воскресеньям. Но в субботу и воскресенье дети с родителями могли прийти тогда, когда им удобно. Они могли выбрать тот музей, который им хочется посетить сегодня. Они могли начать с того музея, с которого они хотели начать. И, в принципе, они могли пройти вовно столько музеев, сколько они запланировали. Это может быть один музей, это может быть все музеи одного возрастного маршрута. Или они могут перебегать в соседний музей. В смысле, в соседний возрастной тематический маршрут. Мы обычно тоже всегда это проговаривали, что ни в коем случае мы вообще никому не отказываем. Если в маршрут для 5-7 лет приходит ребенок там в десяти, а то иногда и подросток, и говорит, я хочу пройти, ради Бога. Если взрослый человек хочет пройти, то уже мы даем путеводитель. Соответственно, если они попробовали, особенно дети пограничного возраста, они сначала начинали с маршрута для 5-7 лет. Потом, если у них оставалось время, они начинали ходить по музеям другого возрастного маршрута. Это очень важно. Значит, нам важно было изначально действительно, что музеи в это время становятся таким пространством живого общения. Они разговаривают друг с другом, выполняя задания, дети с детьми, дети со взрослыми, с консультантами, в том числе с музейными сотрудниками. И вот это вот точечное, мы старались все время очень четко определять себе целевую аудиторию. Если мы разрабатывали маршруты для 5-7 лет, недавно мы вчера уже разговаривали, вспоминали, как он ползал на коленках, значит, пытаясь почувствовать себя как минимум по росту маленьким 5-летним ребенком. На семинаре мы всегда зовем и начинаем семинар с общения с возрастными психологами. Они обязательно начинают с того, чтобы вы как-то погружаетесь на самом деле сотрудников в этот возраст и в особенности восприятия. Можно нам вернуться на соты. Где соты, соты, соты? На несколько слайдов. Вот, стоп. И когда прошло буквально пара-тройка лет, мы, собственно, поняли, что надо усовершенствовать. Почему? Потому что, значит, идет много многодетных родителей. Они приходят, допустим, с детьми 7-8 лет, но 3-4-летнего оставить не с кем. Она, безусловно, берет этого маленького ребеночка. Мы поняли, что надо делать листки для вот таких маленьких детей. Эти листки, в отличие от больших путеводителей, мы специально проглавательства и ни в коем случае не должны быть привязаны к конкретному экспонату. Потому что иначе мать начинает рваться на детки. Этот листок сделан исключительно для того, чтобы маленькому ребенку тоже было чем заняться. Он связан с тематикой музея, но он не привязан к конкретному экспонату. Для того, чтобы на самом деле 3-4-летний мог тоже на полчаса, на 15 минут каким-то образом быть занятым выполнением заданий. А ребенок постарше с родителями мог на самом деле заняться выполнением заданий большого путеводителя. Дальше мы поняли, что семьи приходят целиком и тогда у нас есть, значит, допустим, мама или папа, которые помогают выполнять задания путеводителя. Но есть второй член семьи, который скорость его осмотра залов, она иная. И ему становится тут немножко уже скучно. Мы начали делать так называемую дополнительную информацию для взрослых посетителей. Мы в данном случае даже не давали никаких советов музеям. Я давала абсолютно ему это налодку. Просто это должна быть какая-то любопытная хорошая информация, которой нет в этикетках пояснительных текстах в задней, но которые можно распечатать дома, прийти с листочками или просто открыть на планшете и опять же провести время с пользой в этом же самом зале. Обязательно мы делали, мы сначала ограничивались просто шпаргалкой для родителей, потому что жизнь у нас такая, что даже не потому что они там плохие родители, а просто потому что иногда ты не успеваешь подумать о том, что иногда в музее бывает душно, иногда все-таки, значит, там тапочки, а если тапочки, они большого размера, а у вас маленькая ножка, и надо все-таки взять там сменную обувь и так далее. Вот мы такие какие-то очень практические советы писали в шпаргалке для родителей. Но потом я стала просить каждый музей делать такие советы родителям и вывешивать на сайт по своему музею, особенно по усадьбам. Если маленькие дети, куда бежать, если нужен туалет, а ты уже приехал цариться, значит, там холодная погода, надо куда-то быстрее. где поесть, там перекусить, если у вас нет кафе и так далее, и так далее, и так далее. Можно нам сейчас наоборот теперь проскочить. Все, будем заканчивать, буквально минутку. Дальше. Дальше, стоп. Значит, с точки зрения вот результатов вообще полезности для посетителей, благодаря, действительно, это очень часто, да, за то, что открывают для себя музеи. В Москве, ну так, у нас люди вообще ходят там 10-15 максимум, да, а музеев четыре сотни с хвостиком уже, по-моему, если я не путаю, да, со всеми участками и так далее. То, что открывают музеи, совершенно точно, благодаря, действительно, за то, что узнают друг друга. Потому что музей оказывается пространством вот этого иного общения. Не каждодневно, вы сделали, ты уроки, там, не знаю, все ли у нас готово, собрал мне портфель и так далее, так далее. А это пространство иного общения, когда вылезают неожиданные вещи, что, оказывается, мой ребенок это уже знает, это умеет, или вообще у него есть такие способности. И в обратную сторону это работает точно так же, что вообще мама и папа способны, знают, и, оказывается, в детстве тоже было то-то и то-то и то-то. Для нас изначально важно было, что музеи становятся в это время как минимум таким пространством прекрасного комфортного времяпрепровождения, потому что мы еще очень изначально задумывались о том, чтобы детям было удобно работать с путеводителем. Мы старались покупать твердые планшеты, простые карандаши. Мы помнили о том, что для ребенка очень важно, если он ошибся, надо стереть, да, не зачерпнуть, а стереть, поэтому покупали ластики. Мы тоже развозили, значит, по музеям ластики, просили, чтобы это было там в карманах посмотрителя или где-то на доступном месте. Вот такие, на самом деле, мелочи мы тоже старались всегда предусмотреть. Писали, я писала специальные всяческие шпаргалки тоже советы и администраторам, и тем, кто отвечает на телефон, потому что, ну, из этих таких каких-то мелочей организационных, на самом деле, тоже складывается вот потом комфортное времяпрепровождение во всех музеях. Можно, Натальше? Про это я уже говорила, но еще раз просто скажу, вдруг кто-то все-таки вчера не был, да. Вот это вот сокращение информации в путеводители, наши путеводители, когда мы делаем путеводители до 5-7 лет, мы делаем 5-6, максимум 7 экспонатов. Если мы делаем путеводители на 8-11, мы берем около 10 экспонатов, стараемся не больше, да, и вот это вот сокращение информации до нескольких экспонатов, до короткой тематической истории, оно, на самом деле, действительно делает вот этим значимым все остальное экспозицию. Можно дальше? А для музеев, во-первых, действительно, мы обязательно проводим семинары, проводили семинары, они были там двух-трехдневные в разное время, на которых это было такое хорошее, на самом деле, повышение квалификации. Во-первых, мы все знакомились, во-вторых, действительно, мы старались звать и психологов, звать каких-то внешних людей, которые делали вводные доклады к объединяющим темам. Это была хорошая групповая работа, потому что музеи разного профиля мы встречали за одним столом, и дальше обычно этот первый день, когда обсуждалось, каким образом мы будем раскрывать эту объединяющую тему на наших экспозициях, это всегда шло тяжело. Но потом было радостно совершенно видеть, когда какой-нибудь прекрасный музей истории «Танк Т-34» вдруг реально понимал, что он может объединиться с каким-нибудь, я не знаю, там, усадьбой Царицына, да, и это не натянутые связи, это действительно реальные, они там с оранжереей, царицынские с оранжереи, в точке зрения маскировки объединялись. Это было очень по делу. За 9 лет, здесь последнее вот что скажу, да, за 9 лет все-таки у меня вот есть такое, я в какой-то момент стала получать больше удовольствия от достижений коллег-музейщиков. Потому что я прекрасно помню, когда я пришла первый раз в музей Островского, в музей преодоления Островского, когда они мне сказали, мы ни в коем случае не можем работать с начальной школы. Вот ни в коем. У нас серьезная тема, у нас инвалиды, у нас Островский, мы можем как минимум брать только, там, начиная с 6 класса. Ходила, уговаривала, мы проговаривали, как это можно сделать. И буквально, значит, они сначала действительно, исходя из своего названия, сказали, хорошо, мы будем. Они преодолели, и потом, в общем, их немножечко не останавливаешь. Они уже делают программы, не боятся этого, не боятся этих детей маленького возраста. Точно так же с музеем археологии, для меня была неожиданность, когда точно так же у сотрудника была некоторая проблема, он сказал, как мы будем пятилетним детям рассказывать, потому что это такой культурный слой. Опять же, вот надо просто посидеть несколько дней и, в общем, найти это решение. Дальше работает. У нас есть так называемая основная программа. Основная программа – это, действительно, вот объединение музеев с помощью игровых путеводителей в тематические маршруты. Но спустя несколько лет мы начали делать параллельную программу, куда брать… куда мы приглашали даже… Какие-то мероприятия, может быть, отдельные из других музеев, которые не вошли в основных. Я думаю, коллеги могут этот номер посмотреть, все на сайте, обязательно нужно об этом сказать. Это и тексты путеводителей, это и, собственно, эти шпаргалки для родителей, недородителей. Это материалы. Пока все висит. Пока висит. Смотрите, качайте. За несколько лет. Да, да, да. Посмотрите, как это устроено. Потому что, я думаю, для Крымских музеев это актуально. Для музеев одного региона это актуально. Анна Александровна, ну что? Я хочу добавить. Давай. Нет. Я просто хотела бы добавить очень важную вещь, о которой ты не сказал, потому что это, безусловно, технология, которая передается, но передается из рук в руки, что называется. Потому что и в Перми, и во Владивостоке это была большая предваряющая работа, когда люди, которые… в Москве так же начинались, когда коллеги из Петербурга, которые работают на этом проекте, передавали технологию, например, группе людей, которые запускали этот проект. Точно так же мы приезжали в свое время в Пермь и начинали с ними разговоры. И во Владивостоке тоже прошла серия каких-то обучающих историй, которая позволила запустить эту историю. Но во Владивостоке немножко еще по-другому был, наверное, для Крымских музеев, что может быть интересный опыт Владивостока, потому что там есть история с путеводителями по музею и есть путеводители… Полеводительник по побережью. Да, изучить побережье, море во время летних месяцев. И там объединились… Здесь речь идет о совершенно разных музеях, то в Владивостоке этот музей довольно закрытый, это музей системы Академии наук, который подъявили, собственно, своими знаниями и с инструментарием, не знаю, смотреть на побережье, море, птичьих, рыбок и так далее. Вот это и второе еще важное, мне кажется, я не знаю, что ты не сказала про это, что это очень хороший инструмент работы, интерпретации, экспозиции, которая у вас есть, например, и точно совершенно не поменяется в ближайшем будущем. Да, конечно. Спасибо. Все, мы идем дальше. Давайте к науке и к исследованию. Пройдемся. Людмила Викторовна Халюшина, заместитель директора науки и государственного музея Льва Николаевича Толстого. Меня пишет Толстого. Я хотела бы сказать, что наш музей тоже участвовал в программе «Все семьей в музее», и это было очень удачно, поставившее хорошее впечатление у нас, и мы готовы и дальше участвовать в таких программах. Но вот упомянутые в музее парки и усадьбы, олимпиады, у нас это другое впечатление. У всех другое впечатление, но мы, может быть, если останется время, оцениваем. Фактически там бегают учителя, заполняют ошалевые, а дети смотрят сюда в лоб или что угодно. Но это то, что поддерживает департамент культуры и не поддерживает… Ну, к сожалению, да. Вот у нас за два месяца 433 команды. Представляете, чем снимали сотрудники, проверяли анкеты в этом технологии? 10 групп в день, помимо своей основной нагрузки. Но, увы, у нас сейчас другая тема. Мы ползать на коленях не будем, рисовать на стенах тоже, картинки разглядывать не будем. А пообщаемся словом, потому что, мне кажется, в основе литературных писательских музеев все-таки лежит слово писателя. Вся наша музейная работа, она научная. И научно-фондовая, научно-просветительская, научно-методическая. Ну, и научный исследовательская работа в музеях, наверное, далеко не на самом первом месте все-таки. Наш музей, он какое-то особое положение занимает в системе музеев, в том числе литературных музеев, потому что Лев Толстой один из трех писателей у нас в стране, литературное наследие которых, рукописи которых были сконцентрированы, каждая в своем месте. И вокруг каждого архива образовалось большое научное учреждение. То есть это рукописи Пушкина хранятся в Институте русской литературы в Пушкинском доме. Архив Бойкова – это Институт мировой литературы в Москве. И наш музей Ивана Николаевича Толстого. Но не потому что кто-то когда-то захотел нам подарить все рукописи Толстого, потому что в музее в то время, это был 1939 год, когда вышло постановление о концентрации, и все архивы хранилища, все музеи, все были обязаны передать рукописи Толстого, все, что автографы Толстого в наш государственный музей Ивана Николаевича Толстого. Все так в основном и сделали. Большая коллекция пришла из библиотеки Ленина, из БАНа библиотеки Академии наук Петербурга, где было собрание Черткова. И вот таким образом сформировалась богатейшая коллекция рукописи Толстого и больше семидесяти фондов лиц из окружения Толстого у нас есть. Естественно, все это изучалось, и вокруг каждого архива, вокруг каждой этой коллекции собрания сочинений образовались. В 1937 году издали Пушкина, в 1928 году начали издавать полное собрание сочинений Толстого в 90 томах, которое было прервано начавшейся Великой Отечественной войной и было возобновлено после войны, закончено в 1958 году. Институт мировой литературы на этом не остановился, и с 90-х годов началась подготовительная работа, а в 2000 году вышел первый топ 100-тонного собрания сочинений Ивана Николаевича Толстого. Вот мы, конечно, эти выпусы храним, но это огромная текстологическая работа, она, конечно, ведется в академическом учреждении. Собранием сочинений занимается Институт мировой литературы, мы, конечно, тоже в этом принимаем участие. Но если в те годы, 20-е, 30-е, собрания сочинений выходили как пирожки, то вот сейчас и в Кушкинском доме они все так под застряли и собрания сочинений Гочарову. У нас в Институт мировой литературы только писали, так быстренько, без проблем, закончился, был издан. А Толстой, в общем-то, дали нам сейчас себе только 9-й тонн в полном собрании сочинений. Рукописи Толстого, конечно, мы изучаем. И для этого вот и был создан наш научно-исследовательский проект «Мы пишем Толстого». Потому что эпистолярное наследие Ивана Николаевича Толстого, оно сосредоточено у нас. Письма Толстого к разным лицам, они опубликованы в 90-томнике, занимают 30 томов. А письма к Толстому, они практически не исследованы, хотя очень многое издано, переписка с русскими писателями и так далее. Мы с 90-х годов с группой славянских исследований от Толстого университета, в который я имею честь входить, с Андреем Толстого, почетным профессором этого университета, издали очень много этих переписок. Они у нас хранятся, если кому-то интересно, можно все это изучить. Но они выходили там в Канаде, часто на английском языке, и очень редко переиздавали здесь у нас. Мы выбрали для своего проекта письма иностранных корреспондентов Толстого, наверное, потому что сейчас вот мир, он как бы пришел к тому, что Толстого надо читать, Толстого надо знать. И ведь, если раньше говорили, на запись знают кого, Достоевский, Чехов, Толстой, в таком ряду, то сейчас скажут, все-таки первым назовут Толстого. Мы сталкивались с тем, что все знают Толстого. Причем, вот я много лет ездила на семинар переводчиков в Ясную Поляну, мне было очень грустно, что там, ну да, знают Толстого, знают Чехова, Достоевского, все. Кто такой Тютчев, они уже не знают. Да, Пушкин, это то же самое. Ну, слышали, наверное, что есть такой проект. Поэтому наша задача как бы привлечь внимание и мира к нашей русской литературе благодаря имени Толстого. К тому же мы столкнулись с тем, что иностранцы сами проявляют юнициативу. И говоря уже о том, что большая часть исследователей, которые работают с рукописием Толстого, чаще всего это иностранцы. Это переводчики. Вот, причем на Западе очень большой интерес к романам Толстого. К нам приезжала переводчица Розмари Титц из Германии. Она занималась Анной Калининой. Вы никогда не читали до этого научные доклады? Вот она читала до этого доклад с другой переводчицей. Это было незабываемое впечатление, очень интересное, между прочим. И научность при этом не страдала. Так вот, она была сама удивлена, какой успех Анна Калинина имела в Германии. Вот ее этот перевод. Это ее было делать в дальнейшем. Она переводит теперь, ну естественно, кавказские полиции после этого. Американские корреспонденты Толстого к нам обратились в Америку из Вашингтона. В Вашингтоне проводилось в декабре прошлого года мероприятие. Причем для нас формат очень даже непривычный. Если мы с Вами читаем научные доклады, конференции проводим, то там провели гала-вечер, в котором пришли дамы в декольте. Они читали, актеры известные читали вслух выдержки из писем американских корреспондентов Толстого и письма Толстого. И все это еще имело коммерческий успех. Вот такое необычное мероприятие для нас. Причем исследователи американские, им интересен уже и Толстой, конечно, тоже, но им интересны свои корреспонденты. Как вот человек, который сидит в какой-то американской глубинке под кустами пакурозы, и вдруг ему пришла мысль написать Толстому. Почему? О чем? Что интересовало читателя иностранного в Толстом, в России? Какие проблемы волновали ему? Да. И поэтому вот это, наверное, тоже очень важно для изучения сейчас. Латиноамериканский мир. Мы провели выставку. То есть вот этот наш проект, он имеет еще выходы во все виды музейной деятельности. В том числе и выставочные проекты. Вот провели выставку «Толстой и испаноязычный мир». Рубен Дарио Флорес, который, наверное, многие знают, он колумбийский поэт, сейчас он объем профессора университета в УГТ, он организовал испаноязычную сторону. И 17 латиноамериканских стран собрались на выставку уже у нас на Пятинской, где мы представили письма иностранных корреспондентов к Толстому. Письма испаноязычных корреспондентов к Толстому. Вы бы видели, как испанский посол снимал у себя дома картину, у него на эту выставку. Там копии золота Инкл приносил другое. Какие-то куклы из Батемалы. И получилась очень интересная выставка. И Рубен нам сказал, вы даже не представляете, что вы сделали этой выставкой. Что эти 17 стран латиноамериканских, они никогда не могли между собой договориться. А тут они все под своими флагами собрались в музее Ваниколаевича Толстого. Из кого мы собрали эту группу? Испанский язык – это Рубен Дарри Форрес из Аргентины, Тагария Сан-Келан. Английский язык – американские корреспонденты Тагарина Васильевна Алексеева из Ясной Поляновы. Давно успешно занимается американскими корреспондентами. И французский корреспондент – это мои, я давно тоже не занимаюсь. И сотрудники музея Ясной Поляновы. Иностранцы. Итальянский язык у нас свободен. Если кто-то желает, присоединяйтесь. Чтобы изучать автографы Толстого и автографы писем к Толстому, нужно уметь читать эти автографы. И поэтому мы несколько лет назад организовали технологический семинар, который назвали «От рукописи к книге». То есть мы обратили внимание на то, что очень часто даже люди, обладающие степенями ученых, когда они обращаются к источнику, они теряются. И они не умеют этот источник представить. Поэтому очень важно, конечно, получить вот этому подходу к тексту, к автографу. Поэтому мы читаем вместе автографы наши. Сначала мы пригласили крупных ученых, текстологов, представителей разных школ. Вы знаете, наверное, что и Московская, и Питерская школа отличаются. Наша Российская, и Западная школа отличаются. Мы приглашаем всех и как послушаем, интересуемся всем. Кроме того, научный комментарий – это тоже важная часть. Он вырастает из-за звучания источника. Мы приглашали и Александра Егоровича из палаты, который пользовался большим успехом. Он блестящий комментатор Тюччо и многих других исследователей. И постепенно наш семинар перерос в такой регулярный, который собирается раз в месяц. Это научно-практический семинар, который вот сейчас у нас и продолжается. Следующее заседание вот на неполозимой, 19 декабря. Кто будет в Москве и желает, приходите. Сотрудники Института мировой литературы принимают активное участие в этом семинаре. И Толстовская группа игры, и другие люди. Кстати, там выходит и текстологический вестник, который мы все внимательно читаем. Появился новый журнал, где можно делать публикации. К сожалению, музейщики даже, хотя люди практично изучают текст, уже мало делают публикации. И на это есть свои причины. Потому что подготовка детства не является агентом авторского права. И желающих нет. Некоторые находят очень некрасивый выход. Они ставят на обложке свою фамилию, на обложке ставят Пупкин, а под обложкой Тючек или Толстой. Сейчас этого очень много, к сожалению. Вот поэтому мы считаем, что составители ставят себя на обложку как автор. Вот я автор Льва Толстого. И поэтому мне кажется, что очень важно продолжение нашего семинара. И мы всех вас приглашаем на принятие участия. Спасибо, Людмила Викторовна. Идеально вам положились в рекламу. И в завершение нашего стола, нашего разговора, я приглашаю Марию Владимировну Мусновец с представлением инновационного проекта Школьного музея-партнёрства, литературный багаж. О нём как-то меньше, чем их знают, мне кажется, в нашей среде. Может быть, в силу того, чтобы меньше по времени он был. Но, безусловно, это тоже проект, который заслуживает внимание, который тоже может быть транспонирован в другие регионы. Да, я не обниму много вашего времени, а я пояснила, что этот проект «Литературный багаж» малоизвестен, потому что он живёт второй год. Это проект школьно-музейного сотрудничества и это тот опыт к подобному семейному путешествию, детским дням, который... Это технология, которую вы можете в своих музеях перенять для сотрудничества со школами, если вы считаете это приоритетным направлением в деятельности вашего музея. И почему? Я поясню. Если вы считаете, что достаточно вашего музея традиционных экскурсий, то, ну, простите, я ещё чуть-чуть отниму вашего времени, рассказывая про вещи, которые, может быть, вам не пригодятся. Но мы стоим... Я буду ввести свой доклад, с одной стороны, как бывшая учительница, теперь музейщик. И стоя на таком перепуте, мы всё время говорим, наши литературные музеи – это слово, слово, слово. Все докладчики и вчера, и сегодня мы говорили про слово. О музее хранилище вещей. И мы, с одной стороны, да, говорим, так нам приходят учителя литературы, которые в школах проходят, произведения литературные, а мы работаем с предметами. И, оказывается, такой парадокс, что при ограниченном количестве времени учителю на работу с произведением, для него иногда может оказаться непозволительный роскошь и тратить время, очень ограниченное на разговор. Музей, безусловно, полезный, да, о литературном процессе, о жизни писателя, но ему едва-едва, поверьте, пожалуйста, ему едва-едва хватает времени забраться с текстом художественным. Да, я сотрудник позже и Достоевского, да, весь Достоевский – это будет две недели, да, за которые надо обозреть всё и тратить драгоценные уроки на знакомство с мемориальной квартирой, когда, может быть, роскошь идём. Вот, но что мы можем сделать? В том числе учитывая потребности учителя. Помните, вчера мы говорили про этих адвокатов, да, что нужно с учителем? Учителя огромная нагрузка, ещё на него повесили проектную деятельность. Может быть, вы знаете, что это такое, да, нужно получить какой-то отторгаемый продукт. И на разработку этой проектной инновационной деятельности у учителя, как правило, нет времени и сил. Мы можем помочь ему, как в музее, предложить ему помочь сделать готовую методику работы с этими проектами. И вот литературный багаж – это, собственно, проект музейно-школьного сотрудничества, где музеи предлагают учебному учителю литературы помощь в создании проекта по литературе. Вот. Можно следующий, пожалуйста, слайд? Что такое литературный багаж в Санкт-Петербурге? Значит, есть элабурирующая организация, это АПО, Академия по дипломам и педагогическому образованию, так как правило такое, это музей. И вот за два года это 9 музеев в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это школа. Вот в этом году подала заявки в 172 проектные коллективы и 110 школ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это много. Мы испугались, да, потому что мы не ожидали такого наплыва. АПО занимается координацией, да, организационной деятельностью. Музей делает что? Разрабатывает специальные экскурсионные программы. Поскольку не во всех музеях, я не могу отвечать за все музеи, я буду очень рада, если у вас в музеях это есть, но не во всех музеях есть занятия по работе с литературным текстом. Да, то есть от многих музеев потребовалась разработка специального занятия, апеллирующего к литературному тексту, анализу текста. И дальше вот разработка этих занятий, курирование проектов и потом проведение итоговых мероприятий. От школы требовался минимум. Да, наша задача – это минимумальная загрузка учителя. Это чтение текста, выполнение заданий, которые приготовил музей, в честь знакомств с металлическими папками и потом подготовку уже проекта. И вот что такое? Что такое этот самый проект? Цель проекта, я обозначила, это помочь детям и подросткам постичь мысли литературных произведений с помощью исследования предметного мира и литературу в музейных коллекциях. Мы через предмет говорим о художественном произведении. Никакого нового хаоса здесь нет, но в музее стоит идти именно с предметами. Через предмет давайте обратимся к смыслам. И это еще совпадает с проблемой работы современных школьников. Наш директор Борис Николаевич Тихоменко очень осуждает проект, говоря, что из мира Достоевского, вы скажете, это меньше всего предметно-диванно-комбинентный мир. Это мир идей и смыслов. Но современные подростки мир идей и смыслов скачивают с интернета за один случок, и результаты работы мы часто можем не увидеть. Когда они работают с предметами, они создают продукт, они создают вещи. Может быть, они смысл утратят, забудут, вещи останутся. И они знакомятся с произведением через предмет и в итоге создают вот эту свою выставку, это предмет. Значит, и работа над проектом литературного округа состоит из несколько этапов. Первое, да, понятно, вот задаем коллектив. Второе, мы исследуем литературное произведение в школе, в музее городского пространства. Во многих музеях оказывается, например, в музее Достоевского, что исследование городского пространства так же важно, как исследование коллекции музея. И дальше мы знакомимся с текстом, мы читаем текст в музее, опираясь на конкретные предметы. И дальше мы оформляем наш проект в виде багажа. Значит, почему проект называется литературный багаж? Мы делаем чемоданы, мы делаем мобильные коллекции, предвижные коллекции, предвижные литературные экспозиции, если так можно сказать. И после чего мы их представляем уже в музее и оцениваем. Можно дальше? Можно дальше, пожалуйста. Эти чемоданы, я быстро поговорю, это чемодан, коробка, шляпная коробка, аквариум, клетка, все что угодно, во что можно заключить предметный мир произведения. Это обязательно должно быть связано с произведением, это обязательно должно быть мобильно и обязательно должно быть наглядно. Мы должны понимать, мы увидели чемодан, мы поняли, что это чемодан Раскутникова. Мы увидели футилляр, я не знаю, мы увидели еще футилляр, я не знаю, мы увидели еще футилляр героя. Можно дальше? Я, чтобы много не говорить, да, я тут... Я вам покажу. Это в музее Ахматовой делал такие, это, да, результат первого года, это в музее Ахматовой делал их проекты. Они знакомились с стихотворениями папы Андреевны. А, можно дальше, пожалуйста, я вам показать? Это в музее Ахматовой также работает с Бродским, с Мандельштабом. Это для начальной школы был проект по маленькому буксире, да, и советуем Ахматовой для старшей школы, разумеется. Дальше. Да, это один из проектов музея Достоевского, который я курировала. Мы работали с преступлением и наказанием. Это был проект петербургского текста, да. Дальше, пожалуйста. Это были коробки, чемоданы, где была идея того, что в поступлении наказания все переплетено, да, и предметами использовалось запечатлено, так работа была символикой цвета. Дальше. Петербург, который разделялся на несколько слоев, который, с одной стороны, Петербург, вот он цитаты, вот он предметный мир, дальше. Да, да, и связь, да, и вещей мира Петербурга в середине XIII века с миром идей. Вот. Значит, и... Можно дальше, пожалуйста? А, простите. И последний наш проект, это была замечательная шляпная коробка с предметом, например, преступления и наказания. Я думаю, что все достаточно хорошо прочитывается дальше. Вот. Значит, и... Это в этом году музейный... Это специальный музей участников, да, достаточно широкий. Это, как вы видите, все литературные музеи, но подключился в этом году российский этнографический музей. Почему? Они решили работать с былинами, да, а их экспозиционный ряд как раз даёт достаточно материал для работы с былинами дальше. Да. И... Смотреть, какой широкий список текстов мы можем рассматривать благодаря этому. Да. И... Я... Только часть. Можно дальше поместить. Да. Это дальше. Да. И дальше ещё. Я просто хотела у вас полить часов, да, не отразить. Вот. И быть такой дальше. Значит, что нужно... Еще раз у нас есть поддержание проекта, что нужно от учителей, минимум. Да. Прочитать текст, если это нужно. Да. В моем случае с преступлением и наказанием нужно. В этом году я делала полурассеянного пошага. Не нужно. Мы читаем вместе маленькое стихотворение, да, а ученик вам требуется помощь. А в музее... Да. Дальше. 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 Мы готовим предварительные материалы для ученика, если это требуется. В случае с моим преступлением и наказанием это требовалось. Да. Мы требуем специальную сработку занятия, включающуюся в себя чтение текста. В музее Достоевского мы садимся в литератную экспозицию и читаем или по выбору учителя, или исповеди Пармеладова, или сцену чтения Соней и Евангелия. Да. Разбирая то, что, да, предметный мир, помимо предметного мира, есть мир другой, выше. После этого обязательно мы должны увидеть все наши проекты, да, провести итоговая мероприятия и результаты проекта мы организуем или поисковку. Вот в прошлом году нашли эти чемоданы оставили на ночи в музее, а потом они ехали на книжку в салон, а потом на дне Достоевского было специальное занятие в литературном покажу. Эти покажи работают. Потом они возвращаются в школы и на них уже вы показываете следующим десятиклассникам этот чемодан с преступлением и им наказанием, им понятнее, да, это помогает учителю и ученикам самим. Вот, и дальше. Значит, это я хотела показать, что потребовалось, например, от меня, когда я работала над этим проектом в музее. Я настроила на то, что до прихода в музей ученик выполняет задание маршрутного листа. Маршрутный лист он распечатывает спокойно дома, да, и у меня была эта прогулка по местам преступления и наказания за Даниле. И вот вся методическая бабка, учителя половина, это материалы, которые помогают пройти ученику вот с этим листом по городу. Вторая часть – это вдохновляющие статьи, видео, рекомендации по театральному поставку и так далее, которые могут надолгнуть на какие-то идеи для создания вот этого итогового багажа. Это не так много на самом цели, да, но это очень продуктивная работа. Вы, я думаю, по чемоданам, и в Ахматовске, и в Достоевске видели, что это не халтурные проекты для сотрудничества, это результаты директуальной работы. И это, я тут заканчиваю, да, с удовольствием ответить на вопросы или что-то выяснили, пожалуйста. Спасибо. У коллеги, да, 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 да. У нас очень интересный предложенный методический год для изучения художественного мира произведения, но у меня вопрос такой, почему это должно, как это вообще, в чем необходимость в своем музее, в музейной экспозиции для этой работы? Почему это нельзя делать в любом другом государстве? В любом другом государстве. В музееная экспозиция, какую она роль играет? Смотрите, я на примере своей работы расскажу, я не знаю, как это решают другие коллеги. Когда мы приходим в музей Достоевского, ну, во-первых, обязательно все равно мы проводим по реальной квартире, но я наделаю не то, что, да, шляпы, трость, да, в детстве это все очень важно, безусловно, но трость прошел в Достоевский, реже вечернее, совершал прогулки, да, как пишут в армии Достоевского. Ага, а в мире Достоевского в Казани Петербург играет особую роль, да, вот, я вам скажу. Или дальше детская, Достоевского здесь живут двое детей, а дети Достоевского в его художественном мире, да, это вот целый мир, вот. То есть я показываю на примере в музее, что в музейной коллекции каждая вещь, помимо своего вечного содержания, может иметь еще символический смысл. вот, и я так последовательно пропожу по всей квартире, то есть это не просто с того вот Достоевского ваку, из чая, а символика чая во художественном мире в столице. А я показываю технологии, что за конкретной вещью, вот этим лежащим, я не знаю, крестом, да, в этой шляпной коробке, да, скрывается символический смысл, и это относится с текстом произведения. Здесь в музее, потом мы приходим и сидим, сговариваем около литературной экспозиции, разделов «Наступление и наказание», да, если собрать, помните, нашу литературную экспозицию в чемодан, тоже будет тот же самый литературный багаж. Я в том числе показываю литературную экспозицию, да, как вот коллекцию символически, содержащую вещей. И все это можно делать безумно. Да, ну все можно делать безумно, согласитесь, мы можем просто сфотографировать это все, ну безусловно, и точно так же мы посмотрели прекрасные презентации музея Чеха, ну фотографии скабинета Чеха, вы уже туда больше не хотите, ну вот туда вот, мы уже все видели тут. Это та же логика, Дмитрий, ты прочее, и мы забыли. Поскольку, коллеги, мы потратили время на правильные дела сегодня, поездили, да, но все равно мы нет, поэтому если можно, я как бы подзаростельно доклада о нынешнем проекте проект, я выступлю с другой крайностью. Вот Половин считает, а не экстремизм, правильный. Наш музейный экстремизм, а как собственно используется экспозиция? Но я могу посимполотную вещь сказать, что это не для детей, а в школе, это вообще для всех. Да, не всякая связь с музейной экспозицией. Потому что я наблюдал, как по-разному мы реагировали на Сергея Моценского. Я слышал комментарии Лихану Порисовича, который кофеятный, я в меньшей степени. Ну просто прочелки там, да, и совсем другое. Мы должны понимать, что слово-слово-слово, это не заклинание, о чем мы все время говорим, но литературный музей отличается от всех других музеев тем, что если мы не имеем читательских впечатлений от данного автора, все бесполезно. Это не Достоевского, конечно, касается самым верным образом, но Достоевского читали по-более. Вот ты имеешь правильно. Замечательно. Ведь это нужно всем. Ну я бы даже сказал так, экстремизм, еще раз скажу, но без всякой связи именно с этой экспозицией. Ну всем нужна практика читательского опыта и предприятия удовольствия от текста, да, как говорил Ролан Бак, данного автора. Если мы его не читаем, то я раз таковую звук не буду проводить время. Дмитрий Петрович, я как раз вот хотела сделать вот замечание, потому что у меня просто сорвались языка. У меня такое ощущение, что у меня кто-то не слышит. Так вот я что хочу сказать. Я думаю, что мне показалось, что вы пытаетесь подменить текст писателя экспонатами музея. А мне показалось именно так. Надо прийти в музей уже зная материалы. Смотрите, отлично. Это очень хорошо. Нет. Значит это, значит это. Давайте мы не будем параллельны. Если есть, значит вы не совсем доходчиво объяснили, в чем суть вашего проекта. Понимаете? Нельзя прийти в музей без текста Достоевского. Что бы вы ни показывали, какие угодно материальные вещи, какое угодно сочетание. Но текст, текст должен быть или вот этот ваш проект должен заманить к Достоевскому или этот проект должен идти и уже им зиждется на тексте Достоевского. Вот. Сейчас я тогда поговорю с вами, что у меня еще один ответ, Павел Генчук, очень, к сожалению, дипломатичный. Зачем тут музей и вот этим образом привлекать посетителей в музей? Нет, это очень важно. Понимаете? При том, в сухаритете организационных сложностях, когда человек, учителя, послушайте, пожалуйста, уважаемые музейщики, я бывший учитель, я знаю, сколько мне нужно согласовать формальности, чтобы вывести детей в город. И я десять раз подумаю, нужно ли мне это. Правда. Я должна согласовать огромное количество документов. Я лучше буду сидеть дома, мне спокойнее сидеть дома. Поймите эту реальность. Но вы в этом ходите, не входя из класса. Какие документы? Что? Это огромное количество. Извините, видимо, не поняли то, что хотела с надежкой. Дело в том, что проводится музейное занятие. Понятно? А вам понятно? Ну что, подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Приводить музей. Сейчас это очень сложно. У нас, по крайней мере, в Питере. А когда он знает, что музей – это другое, музей – это не школа, да? Мы же не рассказываем там. Это не урок учить. Они все хотят, чтобы мы провели урок. А у нас свое есть – музейное. И вдруг возникает не экскурсия, а занятие. Когда ты все-таки не забываешь, что это музей, и там есть вещь. Вещь – это все. Это книга. Это рукопись. Это ручка. Это все равно предмет. И ты через предмет, любой предмет, выходишь на символ, который нужен, в данном случае, учителю. Да? Ты создаешь с ним вместе. У них есть… Дело что стало. У них есть задания сейчас в школе. Мы же все сейчас в состоянии реформы. Им надо составить что? Проект. Проект. Вы на стой. У него, у учителя, есть такая задача. Для того, чтобы ему повысили квалификацию, чтобы его оставили, а не понизили, ему надо сделать и музей ему помогает создать этот проект. Все здесь очень утилитарно. Теперь, если вернуться к тому, там тоже очень прекрасно. Мы принимаем участие во всех проектах. Хотя у нас всего пять человек. Да? Вот вы спрашивали. Нет ли формальности? Я наблюдаю тоже вот этих маленьких детей, которые ходят. У них действительно есть такой подход спортивный немножко – пробежать вот по этим маршрутам. Они вот отмечаются. И сколько они… Но тем не менее. Очень… Это очень полезно и полезно. Вы понимаете? Потому что вот мы – музей символистов. И я помню, когда я начинала говорить о том, что мы должны для детей создавать… То есть, давайте работать с детьми. Я от своих коллег слышала. Да вы что? Мне сказала одна коллега. У меня двое детей было. Я никогда не приватлю своих детей в наш музей. А что маленьких детям здесь делать? Тоже была профанация. Нет. Я увидела за эти годы. Действительно, мы начинаем по-другому смотреть на то, что мы знаем. Но мы не видим вчера сказатель. Это правильно. Мы уже перестаём видеть с нового угла тот же самый предмет. А оказывается, в нём есть ещё вот эти смыслы. И мы вместе с ними работаем. Мы готовим для них для детей. И мы по-новому смотрим на свои вещи. Понимаете? Это же всё уже не существует только для себя. И наука очень полезна. По-новому здесь опять спорно спросим. Спасибо. 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 Спасибо.